Не только новогоднее убранство удивляет самарцев, спустившихся в метро. Почти на каждой станции появились табло с плазменными экранами, видеокамерами, тревожной и информационной кнопками. Это часть федеральной системы информирования «Аксион». Подобными стендами должны быть оснащены все места массового скопления людей. Как действовать при пожаре? Чем опасны реки зимой? И что такое самоспасатель? Пассажирам метрополитена расскажут пионы. Именно так называются эти информационные установки. За цветочной аббревиатурой скрываются пункты информирования и оповещения о населении. Ролики, которые транслируют на экранах, сделаны по заказу МЧС России. Первой ласточкой на метрополитене была метро Московская, где установлены и сейчас уже действуют эти информационные панели. Любой пассажир может обратить внимание на ту информацию, которая по ним проходит. И во время ожидания поезда можно провести время с пользой. То есть освежить знания о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас заканчивается монтаж инфопунктов на остальных станциях. Завершить его планируют к концу года. А в 2014-м заработают красная и синяя кнопки. С их помощью пассажиры смогут сообщить об опасности или узнать, когда ехать до нужной точки города. Самарцы успели оценить техническое новшество. Для того, чтобы люди запомнили, как вести себя в чрезвычайной ситуации и могли сориентироваться на месте. Я думаю, да, особенно для детей будет полезно для школьников. Они все равно будут ездить на метро и заранее для себя с детства уже узнавать что-то новое. В случае экстренных ситуаций эти пункты будут в прямом эфире транслировать информацию из федерального или регионального центра МЧС. На оснащение Самарского метрополитена передовую систему оповещений из бюджета страны выделили 47 миллионов рублей. Марина Кравцова, Константин Головин. События.